Пострадавшая от огня квартира – это грязь, сажа, разрушение, копоть и запах гари. В Хачкове на улице Михеенко, 18, пожар произошел 15 января около 6 часов утра. В четырехэтажном доме горела квартира на третьем этаже. Свекровь была дома, собиралась на работу. Утром она почувствовала гарь, пахнет. Она спустилась на третий этаж, понюхала, говорит, вроде пахнет, но не так сильно. Поднялась обратно собираться, и потом подходит к окну на кухне, и прям все всплыхнуло. И выбежали, соответственно, все начали выбегать и спасаться. Во время пожара пострадали два человека. Женщина 73-го года рождения получила отравление дымом. И 10-летний ребенок вынужден был выпрыгнуть с балкона четвертого этажа. Пострадавшие были доставлены в Дмитровскую больницу. Я вот когда выбежала, вот сюда стояла, то я вот слышала, что кричали, сынок, прыгай, прыгай. Расстелили одеяло, он прыгнул, но прыгнул он не ножками, поэтому немножко повредил ножку. Квартира Калерии Андреевны Дмитриенко находится на первом этаже. Сейчас женщина временно проживает у знакомых. Неприятный запах в квартире, плесень, грибок и потеки – все это последствия затопления. И вся вот эта вода полилась ко мне на первый этаж. Вода, три машины было пожарной, потом еще лопнуло отопление, полилась горячая вода. Приблизительно это продолжалось около, наверное, трех с лишним часов. Вода в квартире у меня на первом этаже стояла почти до колен. Депутат Мособлдумы Сергей Двойных встретился с погорельцами и осмотрел, какой ущерб нанес огонь квартирам и имуществу жильцов. Начали снимать, да, вот эти четыре квартиры? Да, да, вот приезжала клининговая компания, вымыли все, что смогли. Окна они не смогли отмыть, так как оно лопнуло. Лопнуло, да? Да. Это вот все, что вот осталось. Ковры были, это выкинули. Были два дивана, тоже выкинули. Линолеум вот сняли, все выкинули. В результате пожара пострадали четыре квартиры. Жителям помогают представители местного территориального управления. В квартире на четвертом этаже проживать пока невозможно. Поэтому хозяйке выделили время на комнату в общежитии. Черновую работу в этой квартире и освещение в подъезде сделала управляющая компания. Газовщики проверили у жителей работу газового оборудования. Коммунальщикам предстоит еще восстановить фасад жилого дома. Жители попросили, из квартиры на третьем этаже очень сильно пахло гарью. Квартира съемщица проживает сама в мытищах. И такой человек не очень, как это можно сказать, добросовестный. Она сказала, меня эта квартира в данный момент не интересует, делайте, что хотите. Нам пришлось управляющей компанией взять всех, собрать дворников, уборщиц и прийти очистить эту квартиру от мусора, от гари. От депутата Московской областной думы Сергея Двойных жителям, чьи квартиры пострадали во время пожара, будет выделена материальная помощь. Также их обеспечат мебелью. И еще те, кто готов помочь людям, оказавшимся в непростой ситуации, могут обратиться в Ходьковский территориальный отдел. Полина Иноземцева, Антон Коврижных, программа «События». Продолжение следует...